Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Чернявская. Случаи, когда, перейдя в выпускной класс, школьник еще не может выбрать профессию, нередки. Помочь в этом может профориентирование. Благо, в Самаре его проводят образователи и молодежные учреждения. Конечно, лучше обращаться в государственные и муниципальные структуры, к примеру. Любой школьник может пройти тестирование бесплатно. В том числе и эти услуги предлагает муниципальный молодежный центр «Самарский». Достаточно просто записаться в центре на прием. Тестирование продлится около часа, по итогам которого подростку смогут назвать те сферы деятельности, в которых он добьется наибольшего успеха. Впрочем, тестирование – это всего лишь инструмент, позволяющий получить больше информации, а выбор всегда остается за человеком. Поговорим сегодня об этом с моими гостями в студии. Ольга Петрухина, директор молодежного центра «Самарский» и ведущий психолог центра Алена Бесперстова. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, что же, встречаемся осенью, и это у нас традиция, да, уже, Ольга? Но прежде чем перейти к заявленной теме, вы знаете, а я хочу спросить вас об итогах. Как прошел летний период? Сколько подростков, молодых людей, как говорится, попробовали себя в той или иной профессии? Ну и, собственно, как прошел этот период? Для вас это горячая пора. Да, действительно, для нас это горячая пора. За летний каникулярный период мы трудоустроили более трех тысяч самарских подростков на временные рабочие места. Очень много ребят в этом году, которым 15 лет, скажем так, это самый ходовой возраст для трудоустройства, вот смотря по аналитике, да. Не могу как-то выделить какие-то определенные, скажем так, предприятия или сферы, где работали ребята больше всего, да. Но, скажем так, лидируют у нас все-таки государственные и муниципальные предприятия. Они берут, скажем так, большую часть ребят, это где-то 50% от общего числа. И также три сферы очень популярны. Это работа в общественных организациях, это работа в учреждениях сферы ЖКХ у нас, также пользуются спросом. Но и традиционно у нас еще такой блок, это работа на промышленных предприятиях города. В целом, в этом году за летний каникулярный период работали более чем со 104 предприятия, если быть более точным. В этом году предлагали вакансии ребятам возрастом от 14 до 17 лет включительно. А таких вот цифр нет, просто очень любопытно, а сколько всего заработали школьники за лето? Ну, в целом зарплата начисляется из расчета МРОД, да, и он сейчас составляет МРОД 15 279 рублей, да, плюс материальная поддержка, которая выплачивается от центра занятости населения. Если в среднем брать, что ребенок работал месяц около двух недель, то зарплата где-то составлялась материальной поддержкой в районе там 6-6 с чем-то тысяч рублей. Также каждый ребенок имел возможность поработать каждый месяц там по две недели. Также, да, мы проводили некий опрос среди ребят, было же интересно, понятно, что это большая ценность получения первого трудового опыта, нового коллектива. Но для ребят это первые заработанные деньги, и когда спрашивали, проводили некий неформальный опрос, куда они тратят, ребят разделились на три группы. Первая группа – это те дети, которые на что-то копят, за лето копили, да, то есть это может быть велосипед, телефон, планшет, ну, какие-то крупные покупки. Вторая категория – это ребята, которые помогают родителям, что-то покупают в школе, какие-то констовары, какие-то интересные вещи, которым нужны, скажем так, в учебном году. И третья группа ребят – это которые приглашают всех своих друзей в кафе, пицерии, да, и празднуют. И отмечают свой первый за трудовой опыт, и заработок в том числе, конечно. Конечно. Ну, а чтобы определиться и быть успешным в профессии, как раз вот нужна профориентация. Алена, у меня к вам вопрос, что такое профориентация? Профориентация – это методики, в которых ребенок может себя раскрыть в самоопределении в профессиональном, найти работу, понять, кем работать, в какой сфере работать. То есть это определенное мероприятие, которое позволяет ребенку именно понять, мир профессии, сколько профессий есть, какие востребованные профессии, где ему лучше реализоваться, где быть более успешным в соответствии со своими потребностями, способностями, навыками и так далее. Но вот все-таки центр в первую очередь оказывает такую помощь. Или родители могут все-таки помочь в выборе профессии? Я недаром вас об этом спрашиваю, потому что в большинстве нормальных семей есть и преемственность. Смотрите, здесь в принципе могут и родители, конечно, начать помогать в плане того, что если они сами будут тоже интересоваться, какие сейчас актуальны профессии, что у вас требовано, да, как-то поддержать ребенка. Но все-таки центры, они более профессионально настраивают ребенка на то, чтобы он был, так сказать, более востребованным, да, в каких-то профессиях, чтобы он мог соответствовать со своими способностями, со своими навыками, да, чтобы он все-таки не был в какой-то неустойчивой позиции, а понимал, что вот да, вот здесь вот я хочу развиваться, да, для меня это актуально. И наш центр помогает как раз с помощью всяких тренингов развивать различные качества, которые ему тоже помогут работать. А как быть в таких ситуациях, когда родители советуют идти на модную специальность, на востребованную профессию, а у ребенка реально есть способность, и, к примеру, ваш центр провел такой тест и определил, что у него есть способности быть, ну, я не знаю, скажем, актером? Угу. Ну, здесь как быть ему? Да. Да. Ну, здесь понять, если по тестированию, да, у него было то, что он должен быть актером, да, если у него есть способности, то пойти развиваться в этом направлении, да, и родителям поддержать ребенка тоже в его направленности. Вы тоже так считаете? Все-таки развивать нужно способности те, которые заложены и природой, возможно, генетическому уровню, или бы все-таки вот стараться и подстраиваться под современные веяния, моды? Да. Я действительно у нас в центре очень часто вижу такую практику, когда приходят родители с детьми на консультацию, да, и по результатам тестирования получается, что ребенок действительно имеет склонности там к одной какой-то профессии, пусть действительно творческой, да, а родитель все-таки настроен, что ребенок должен идти там на техническую специальность, потому что она должна быть востребована. И часто опыт показывает, что и успехи-то по техническим каким-то предметам в школе не очень высокие, и я все равно за то, что надо слушать ребенка, да, тем более сейчас такое динамично развивающееся, скажем так, общество у нас, мир, рынок труда, да, и даже в творческих каких-то специальностях можно найти свою нишу высокооплачиваемую, при этом получать просто удовольствие от работы, с удовольствием ходить на работу. Просто надо действительно прислушаться к своему ребенку. Ребенок может стать высокооплачиваемым специалистом, актером, да, и быть успешным, либо он всю жизнь может промучиться на какой-то технической специальности, ну, пусть и востребованной, но не очень... Успешный как специалист, как работник, да? Да, да. То есть здесь очень тоже важен этот момент. И я согласна, и я сама как родитель, что, может быть, не всем родителям легко сразу принять эту позицию, да, и действительно мы хотим своим детям пожелать как можно лучше сказать, подсказать, поделиться опытом, но все равно опыт, практика, профориентация, да, Да, вообще как бы уже очень много различных исследований показывает то, что все-таки надо прислушаться к ребенку, чтобы не случилась такая ситуация, когда у ребенка... У нас ему 35 лет, а он не понимает, кто он в этой жизни, что он, потому что тем, что он на кого обучился, кем работал 10 лет после института, он понимает, что это не его, ему приходится начинать все с нуля, да, то есть, получается, родители хотели как лучше, а получается, что может оказаться в ситуации 35 лет у разбитого карта. Хорошо, а вы знаете, нередки бывают такие случаи, когда подростки, ну вот, к примеру, выбрали три направления и сами не могут определиться, по какому пути пойти, да, ну вот давайте возьмем, к примеру, три творческие профессии, к примеру, там, писатель, художник и опять тот же актер, да, все творческие, и это нравится, и здесь получается, и здесь результаты неплохие. Вот ваш центр может определиться с выбором именно того идеального пути и выбора будущей профессии, где подросток, а в будущем специалист станет успешным? Ну, может быть, я начну, Алена, продолжу. Да, 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 да. В мое видение, здесь мы хорошо предлагаем различные возможности, профессиональные пробы, которые ребенок может попробовать и поучаствовать в них, да, это, опять же, временное трудоустройство, то есть, можно попробовать трудоустроить такую организацию, которая, ну, которая является одной из... С выбора ребенка, да, чтобы ребенок попыл в этой атмосфере, посмотрел, как устроен этот коллектив, да, какие правила, как организация труда устроена, как он будет развиваться, режим и так далее. Второй момент, у нас есть всевозможные ярмарки, дни карьеры, которые проводятся в городе или там в учебном заведении, где ребенок обучается. Обязательно надо посещать их, разговаривать с представителями работодателей этой отрасли, да, задавать интересующиеся вопросы. Надо отслеживать информацию вообще о таких компаниях, заходить на их странички в сети интернет, посещать, если это творческие какие-то специальности, направления в выставке, набирать какие-то свои портфолио. И я уверена, что уже сложится определенная цепочка, и ребенок будет понимать, где ему нравится больше, а где меньше, да, где он, на что он настроен. Он настроен там на высокий доход и понимать, что да, здесь мне больше интересно, чем там, если я пойду в эту сторону. То есть родители, задача родителей просто поддержать ребенка и показать, какие возможности есть. То есть если это промышленные специальности какие-то, да, технические специальности, можно сходить на экскурсии на промышленные предприятия, пообщаться, посмотреть музей, историю этой компании, да, какие-то, может быть, аналитические отчеты. Это ведь очень важно, кто будет окружаться. Отчеты, сюжеты, конечно, конечно, да. Вот с психологической точки зрения, Ален, в центре помогают определиться вот именно в важном направлении, как я сказала, будущей профессии? Конечно, если даже, допустим, по тестированию вышло, что да, есть какие-то и такие способности, и такие, и такую можно выбрать профессию, и такую, то индивидуальный консультировник, который проводится в нашем центре, помогает с помощью наводящих вопросов, да, психологических определиться, где же все-таки наибольше получается у ребенка, где у него, ну, какие-то уже успехи набраны в этой сфере, да, например. И от чего ребенок больше, ну, скажем так, восхищается, да, от чего у него настрой повышается, от чего мотивация более успешна. То есть наводящий вопрос в индивидуальную консультацию помогает ребенку еще больше понять, где ему все-таки сделать правильный выбор. Спасибо. У нас есть сюжет о младежном центре Самарский. Давайте заглянем в гости в центр, посмотрим, как там все устроено, и какие специалисты работают, и как помогают подросткам специалисты центра. Самостоятельно найти работу на каникулах не так-то просто. Первый и, казалось бы, самый очевидный способ – интернет-сайты в поисках вакансий. Чаще всего подросткам предлагают расклеивать объявления или раздавать листовки. Никаких договоров работодатель, как правило, не заключает, поэтому ни о социальных гарантиях, ни о соблюдении трудового кодекса говорить не приходится. Поэтому надежнее пойти официальным путем, рассказывают эксперты. Например, воспользоваться возможностями городской целевой программы «Молодежь Самары» и обратиться в молодежный центр «Самарский». Светлана Хорошева – студентка педагогического университета. В молодежном центре «Самарский» решила пройти квалификационные курсы вожатых. Будучи еще подростком, она проводила каникулы в летних лагерях и теперь поедет туда в новом статусе. Благодаря данным курсам повысила свой уровень, узнала некоторые фишечки, которые хотелось бы применить в своей работе. Вот сегодня я, наконец-то, буду защищать свои знания и свою работу. И я могу работать в самых известных лагерях, таких как «Орленок», «Артек». Вот, и я хотела бы попробовать. Официальный договор в соответствии с трудовым кодексом – большой выбор организаций, стабильный заработок. В среднем за месяц можно получать от 7 до 12 тысяч рублей. Участвовать в программе трудоустройства могут подростки от 14 до 17 лет, временно или постоянно проживающие в Самаре. Списки работодателей, готовых предоставить рабочие места подросткам, аккумулируются в молодежном центре «Самарский». Это работа офисного характера, это работа помощником специалиста, где ребята работают с документами, с архивом, ксеркопируют, тиражируют документы. И второй блок – это, скажем так, более активная работа, это либо на улице в должности помощника-садовника, уборщик территории, пособный рабочий, либо у нас есть такое направление, как называется «Помощник вожатого». В центре готовы обеспечить работой всех обратившихся, но чем раньше заявиться, тем больший выбор специальностей и организаций будет у соискателя. Для трудоустройства нужно заранее собрать все необходимые документы. Копия паспорта с НИЛС, документы об образовании, либо это справка с места учебы. Также необходима медицинская справка формы 086У, она так и называется для абитуриентов, поступающих на работу впервые. Так как наше учреждение работает в сфере организации отдыха, занятости, то есть работа с детьми, необходимо предоставить справочку об отсутствии судимости. Ну и необходимо предоставить реквизиты, карты для перевода денежных средств, то есть для перевода зарплаты за отработанный период. Основная цель муниципальной программы «Молодежь Самары» – создание условий и возможностей для эффективной самореализации и успешной социализации молодежи, для развития ее потенциала, в том числе творческого. Первоочередное право трудоустройства имеют подростки, находившиеся в трудной жизненной ситуации или состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Продолжаем наш разговор. Алена, скажите, пожалуйста, а вот с какими страхами встречаются подростки на пути к профессии? И как справиться с собственными этими страхами? И как вы помогаете в этом? Ну, страх, конечно, миллионы у подростков, потому что это такая ответственность, такой решающий шаг, и, конечно же, ребенок теряется. Во-первых, он боится самой ответственности, да, потому что как бы он об этом не думал, а тут бац, и надо ему думать об этом. Он начинает, ну, пугаться, это такого груза ответственности, да, тем более это навешивается в школе в таком, скажем так, большом формате, родители тоже тревожатся, навешиваются. И вот этот вот страх ответственности, он может быть снят тем, что родители все-таки поддерживают, и как бы говорят, да, мы с тобой, мы помогаем, мы как бы поддерживаем тебя. Есть соответствующие центры, в которых ты можешь получить знания, и знания являются некой опорой, когда ребенок начинает эту ответственность, но больше принимать. Вы хотите сказать, что на начальном этапе поддержка именно родителей очень важна? Конечно, безусловно, конечно, без родителей здесь никуда, родители это, скажем, ну, первые лица, которые помогают ребенку все-таки снять его уровень тревоги. Ну, и страхи конкуренции, а вдруг я буду невостребована, а вдруг я там совершу ошибку, то есть страхов очень много, и в первую очередь это знание, это развитие каких-то навыков, это расширение кругозора, что можно и здесь узнать какую-то информацию о профессии, и здесь узнать, прийти к нам на тренинги, да, попробовать себя развить какие-нибудь, ну, мы в любые качества развиваем. А вы сейчас говорите в том числе и о молодых специалистах, которые закончили вуз, устроились на работу, и вот эти страхи есть, и все-таки их нужно преодолеть, и в вашем месте это возможно? Конечно, да, конечно. У нас же от 14 до 30 лет, и то есть мы занимаемся и работаем с разным возрастом, и помогаем ребенку развивать какие-то навыки, которые тоже дают ему уверенность. Очень важный вопрос, Ольга, который хочу задать вам, когда начинать готовиться к летнему трудоустройству? Ну, действительно, к летнему трудоустройству надо готовиться заранее, да, чтобы не получилось так, что у нас на дворе 1 июня, а мы еще даже, ребята, не знают информации о том, что вообще существует молодежный центр, и можно в летний период поработать. Заранее, конечно же, заранее. Обычно мы с 1 апреля уже плотно формируем запись для трудоустройства на июнь. Для чего мы делаем? Для того, чтобы, так как в среднем на месяц берем около 1000 человек, 800-1000, да, в зависимости от потребностей, и как... Все-таки надо, чтобы ребята более-менее плавно приходили, и к этому моменту, к дате оформления трудового договора, был уже собран пакет документов, необходимый для трудоустройства. Но спокойно в январе-феврале уже можно какие-то документы начинать собирать. Например, справка с места учебы уже как бы можно взять. Напомню, что медицинская справка формы 086 УАНа, срок у нее есть 6 месяцев, да, то есть в среднем, значит, где-то начинать готовить, и в марте уже тоже можно, чтобы спокойно, планово уже к 1 июню, не просто уже выйти на работу по возможности, скажем так, да. Следующий момент. В любое время также можно обратиться в центр, вас проконсультируют, какие есть вакансии, какие есть рабочие места. И по телефону в том числе, и по сайте, и по электронной почте, и на сайте, в группе в социальных сетях ВКонтакте, пожалуйста, эти вопросы проконсультируют, да. Напомню, что подростки 14-летние работают в летний каникулярный период 4 часа в день, 15-5 часов в день, в пятницу 4, и 16-17 лет до 7 часов в день, субботы, воскресенье, выходной день, в праздничные дни мы не привлекаем к работе, да. А вот с каждым годом растет число желающих поработать в летний период, либо уменьшается? Мы сейчас, давайте не будем брать пандемийный год, а вот это время, что можете сказать? Увеличивается, конечно же, этот год, он гораздо больше, чем предыдущий год. Единственное, что меня порадовало в этом году, что все-таки к организации летней занятости и отдыха, и дети, и родители подходят более грамотно. Все-таки я всегда говорю, лето – это период каникул, и это неправильно, если ребенок будет 1 июня выходить на работу и закончить 31 августа, да. Понятно, что действительно у разных ребят есть, может быть, трудная жизненная ситуация, они нуждаются в денежных средствах, но все-таки лето – это период каникул, и поэтому в любом случае должны быть организованы и занятости ребенка, и досуг, то есть это какие-то детские оздоровительные лагеря, и совместный отдых с родителями. Поэтому, как правило, мы провели статистику, в среднем где-то дети работают за лето, месяц-полтора. Ну, это вот оптимальный такой период, где можно и отдохнуть, и заработать. Потому что это стресс все равно, это нагрузка, это новый коллектив, как бы идеально предприятие не встретило, да, потому что у каждого все равно есть и наставники, и ответственные лица, которые обучают и проводят стажировки на рабочих местах. Но это нагрузка на подросток, особенно маленькая. Алена, расскажите, может быть, приведите какие-то интересные примеры. Бывало ли у вас так, когда, к примеру, подросток поработал на каком-то предприятии и пришел на следующий год и говорит, я вот опять там хочу поработать, мне очень коллектив понравился. И вот вообще, как вы работаете с подростками, вот какие рекомендации вы даете, когда они обращаются к вам? Ну, я провожу только индивидуальное консультирование, да, то есть тренинги и в этом направлении работы. А по поводу того, что рекомендации, да, то есть, ну, если ему нравится, то, конечно, пусть продолжает, да, но соответственно... То есть возможность такая есть? Конечно, есть, только в соответствии, ну, чтобы и занятые школы, школы как бы не пресекалось, да, в этом направлении, чтобы ребенок совмещал и отдых, и учебу, и работу. А вот, кстати, по поводу работы, какие профессии будут востребованы в ближайшее время? В ближайшее время, конечно, очень много востребованных профессий, сейчас идет искусственный интеллект, да, робототехника, но вообще в целом, в принципе, не угадаешь, и поэтому нужно будет посмотреть ребенку атлас-профессии или список востребованных профессий, мы об этом тоже рассказываем на прямых эфирах в нашем центре, поэтому можно прийти и узнать. Ольга, школа вожатского мастерства когда стартует? Ну, это один из самых популярных проектов, у нас уже очень-очень много лет, стартуем мы в январе месяце, приглашаем ребят в возрасте от 16 лет, и действительно, как сказала Алена, у нас, скажем так, самая популярная аудитория, это по школе вожатского мастерства от 16, там, скажем, до 30 лет, но вообще центр работает с молодежью от 14 до 35 лет, поэтому, пожалуйста, мы всегда готовы, приглашаем вас с удовольствием. Следите за новостями в группе, да, обучение продлится, напомню, с февраля по май включительно, один раз в неделю. А вот какие плюсы от этого обучения? Ну, в любом случае, ребята получают и теоретические знания работы с коллективом, с детским коллективом, да, и различные психологические организации, мероприятия, непосредственно, скажем так, в детском, опять же, лагере. И при этом получают рабочие места, да, если это подросток, то в лагерях дневного пребывания, если это ребята от 18 лет, то мы делаем презентацию, опять же, детских оздоровительных лагерей, и уже молодой человек может выбрать, где он хочет поработать. Алена, вот какие мероприятия проводятся в Молодежном центре Самарский сейчас? Я в плане того, что не скучаете, работа есть, подростки приходят? Конечно, подростки приходят, очень много активности проявляют, записываются, вот заранее записываются. У нас каждый месяц проводятся тренинги и по целям, и по лидерству, и по определению профессии, и по уверенности в себе, и преодолению страхов. Поэтому можно всю информацию посмотреть ВКонтакте. Сейчас скоро вывесим новый список тренингов на декабрь, поэтому всех приглашаем. И я можно добавить, что у нас практически каждую неделю в группе ВКонтакте проводится какой-нибудь интересный прямой эфир на различные темы, которые будут актуальны не только для подростков, студентов, скажем так, выпускников, но и родителей обязательно. А в прямом эфире, чем он прекрасен, можно задать вопрос на любую интересующую тему, конечно, и профориентации в том числе, ну и, конечно, получить вопрос с экспертов немедленно и сейчас. Ну что же, наша программа подходит к концу, я хочу предоставить вам заключительное слово. Вот, Алена, вы ведущий психолог. Скажите, вы и специалисты все-таки помогают в центре справиться с какими-то психологическими именно вопросами, связанными с профессиями? Вы скажите «да», а я все-таки спрошу вас, подтвердите примером. Ну, если ребенок, например, не знает, да, кем ему быть, то тестирование помогает, во-первых, узнать, в каком направлении ему двигаться, да, во-вторых, наводящие вопросы помогают хотя бы узнать, потому что ребенок приходит, и он даже говорит «я ничего не знаю, там у меня интересов никаких нет», то есть он как бы такой потерянный. И благодаря тестированию наводящих вопросов выходит очень много информации, которая помогает ребенку выйти уже, ну, скажем так, хотя бы с каким-то выбором. То есть, да, безусловно. Вам помочь определиться ему с выбором? Мы помогаем ему определиться с выбором. Ну что же, все-таки, Ольга, почему стоит обращаться в Молодежный центр «Самарский»? Это прекрасная возможность получить первый трудовой опыт, определиться с выбором профессии, да, и, как мы сегодня говорили, да, если каких-то навыков, знаний не хватает, то также можно прийти, посетить наши и мастер-классы, и тренинги, и прямые эфиры, да, и развиваться в этом направлении для того, чтобы в последующем быть успешным на рынке труда. И самое главное, центр муниципальный-услуги предоставляется бесплатно. Бесплатно, абсолютно все. Ну что же, спасибо вам большое, уважаемые гости, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что ответы, которые озвучили мои сегодняшние эксперты, были для вас исчерпывающими. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!